Друзья, доброго здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья. Мы, как обычно, говорим об улучшении качества жизни и об увеличении осознанности. Сегодня я расскажу о такой важной теме, как зависимости и о том, как с ними справляться. Зависимости — это те вещи, которые, скажем так, привлекают человека, и у него есть безудержное желание что-то делать, как навязчивое истремление. Ну, зависимости — это гораздо больше, чем просто зависимость от каких-то веществ, потому что зачастую это было первоначально так, то есть была зависимость от алкоголя, от курения, от наркотиков. А сейчас люди поняли, что зависимости гораздо больше, и есть большая зависимость от еды, и от азартных игр и так далее. И для того, чтобы человеку понять и справиться с зависимости, нужно разобраться, как эти зависимости возникли, то есть откуда вообще все это происходит, да, и как образовалась у человека данная зависимость. Зачастую это связано с подавлением и с негативными эмоциями, которые есть у человека в прошлом. Потому что у человека накапливается негативный заряд, ему что-то запрещают, например, делать, подавляют его, а у него появляется все больше и больше желания делать. И в какой-то момент это становится как навязчивое стремление. Буду делать, несмотря ни на что. То есть это становится как таким правилом, ну, скажем так, выживания. Также может быть у человека, например, сексуальная зависимость, да, когда человек навязчиво хочет секса, или даже людей, которых считают там, ну, преступниками, да, те, которые там совершают изнасилование и другие вещи. Это все люди, у которых были подавлены в детстве. Вот тоже касается людей с пищевой зависимостью, потому что когда человека там, например, в детстве, ну, могут закармливать, например, да, то есть бывают там, говорят, кушай, кушай, там, кушай, то есть и таким образом появляется у человека тоже. Бывает, ну, очень много проблем связано именно с тем, что человеку не дают возможности принимать самостоятельные решения, то есть действовать осознанно и на основе своей свободы воли. Вот. Когда у человека есть свобода воли, и он может принимать осознанные решения, то, конечно, уже у него не будет зависимости. Вот. И поэтому я помогаю людям убрать вот этот негативный заряд из детства, в котором там было много подавления, да, то есть все вот эти вещи мы прорабатываем. Прорабатываем за счет такой практики, как процессинг. То есть процессинг помогает человеку погрузиться в свое прошлое, найти там те случаи, где вот этот негативный заряд накопился, и путем их многократного прохождения убрать оттуда этот негативный заряд. И тогда, получается, у человека уходит вот это подавление и навязчивое стремление, например, переедать, или там играть в азартные игры, или заниматься сексом, или там трудоголизм, да, тоже очень важная вещь, когда человек беспрестанно трудится, да, на самом деле не давая себе возможность отдохнуть в достаточной степени. Вот. Поэтому все эти зависимости можно убрать. И я помогаю людям это делать. Вот. Кто-то приходит ко мне лично, да, для консультации, да, кто-то с кем-то я работаю, помогаю онлайн, потому что сейчас, ну, как бы это возможно, и у нас есть возможность общаться и в Вайбере, и в Скайпе, и в Телеграме, и в других мессенджерах. Вот. И что важно, конечно же, когда я помогаю человеку, то я не вношу человеку туда какие-то свои, ну, скажем так, почему это произошло, а я помогаю человеку самому разобраться, как у него это произошло, почему у него это получилось, и, конечно же, справиться с этим. То есть убрать вот эти все вещи, которые вызывают у него зависимость, фиксированные идеи навязчивого истремления. И тогда человек сам понимает, что у него больше нет необходимости это делать. То есть употреблять алкоголь, там, наркотики, или заниматься постоянно сексом. То есть уходят все вещи, которые у человека, вот, пришли, да, то есть которые у него сформировались как навязчивые. Вот. И таким образом у человека становится легче. Вот. К зависимости в данном случае я рассказал, потому что это есть практически у каждого человека какая-либо зависимость, да, потому что я же говорю, вот, из-за именно подавления в детстве и таких больших вот вещей, когда человеку не дают возможности принимать собственные решения. Вот. А на самом деле можно справиться с любыми негативными ситуациями, будь то психосоматические заболевания или какие-либо у человека бывают неприятные эмоции, вдруг панические атаки там, ну, то есть что-то вдруг человек чувствует, ну, не знает, откуда это, вот. Я помогаю человеку обнаружить, откуда это приходит, и вместе с ним провожу его как проводник и помогаю справиться, уладить эту ситуацию. То есть справиться и помогаю, ну, сделать так, чтобы состояние стало действительно хорошим, целостным, радостным. Вот. Поэтому, кому это интересно, то вы можете написать мне в комментариях или прямо в соцсетях. Я даю ссылки на свои соцсети в описании к этому видео. Вот. И мы там пообщаемся, договоримся о консультации, где я расскажу подробнее о том, как все проходит. Вот. Это первая консультация бесплатная. Она продлится примерно 15 минут, и я вас выслушаю и расскажу, как смогу вам помочь. Вот. На этом, друзья, все. Если видео было полезным, то ставьте палец вверх, нравится. Там колокольчик для того, чтобы знать о новых видео на моем канале. Вот. И, конечно, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Также рекомендую прочитать мою книгу «Миры вечного познания». Ссылка на нее в описании к этому видео. Вот. Всем желаю счастья, гармонии, любви. И до встречи в следующих видео.